Почему моя девушка устраивает истерику? Чуть что-то не так и может сразу высказать своё недовольство или заплакать. Ирина Николаевна, подскажите, пожалуйста, что с этим делать? Доброго времени суток, уважаемые наши слушатели. Вопрос на самом деле простой и одномоментно достаточно сложный, если не понимать вообще принцип функционирования женского и мужского начала. У женщины и у мужчины в одних и тех же условиях рождаются совсем диаметральные образы. Девушка, которая взрослеет, смотрит картиночки себе подобных девочек, как-то примеряет на себя чью-то жизнь, к сожалению или к радости, в зависимости от того, чему мама научила. И вот когда начинает встречаться, то этот образ, который она применяет на своего молодого человека, он абсолютно функционален. Я красивая, я замечательная, я потрясающая, я уникальная и самая восхитительная, а ты, пожалуйста, я буду с тобой рядом только в том случае, если ты сделаешь мне вот такую красивую картинку, в которой я хочу находиться. Ну такая кукла Барби условно. Но при том самое главное, что нужно молодым людям и мужчинам в частности понимать, о том, что об этой картинке никто никогда не узнает. И девушка будет наблюдать за своим молодым человеком, достаточно внимательно его слушать. Нет напряжения, нет каких-то серьезных планов на будущее. Все вроде хорошо, там кафе, цветочки, мороженое, пироженое, какие-то прогулки выходного дня. Но как только молодой человек пытается, у него же тоже есть свой сценарий, да, тоже есть свое представление, тоже хочется что-то от девушки, той, которой нравится, добрать именно того, что мама не дала, и какие-то свои там есть сюжеты, развитие своей жизненной линии. И вот как только молодой человек пытается представиться и рассказать, как бы ему хотелось выстроить собственную жизнь, и не дай бог у этого молодого человека тот сценарий развития событий, который абсолютно не соответствует представлению и образу девушки, девушка начинает сразу истерить. Потому что она хотела бы вам показать и рассказать, что вы категорически себя неверно ведете. И истерика — это такое распределение из расчета «будьте добры взять на себя всю ответственность, не надо на меня ничего вот это вешать, работать надо, заниматься хозяйством надо, или как-то по-другому нужно себя вести с мамой, или с папой, или с подружками, или с друзьями, или вот какое-то там вдохновение какое-то вы от меня просите». Нет, вы просто молодой человек сделаете так, как я себе придумала, и если вы будете молодцом в этом случае, и у вас все получится, и я буду вами довольна, потому что тот сценарий, который я себе придумала, вы как-то там, ну, с маленькими погрешностями не без этого, ну, мы же все-таки снисходительной, как правило, бываем, ну, тогда это вам будет прощено, и примется то ваше подношение, которое девушка устроит. В противном случае вы услышите не только истерику, потому что вот истерика, как механизм воспитательного процесса, он задействуется только в одном случае, если есть кому эту истерику показать. Если вы проведете эксперимент и посмотрите, что как только начинается истерика, а вы возьмете и выйдете из этой комнаты, где с вами решились заняться воспитательным процессом, то истерика прекратится. Почему мужчинам, да, молодым людям? Во-первых, нужно иметь терпение, во-вторых, четкую свою жизненную позицию и достаточно спокойно ее озвучивать, и как только вы видите ту пресловутую истерику, вы просто поймите для себя самих, каждый из вас, что вы не угадали. Тогда карт-бланш отдайте и послушайте, как бы хотелось, или какой-то промежуток времени понаблюдайте за своей избранницей, насколько вообще ваше представление об этой девушке сходится с ее представлениями о своей жизни. Слышите? Разница огромная. Мужчина понимает, что он хочет, и он движется, а женщина, она, конечно, движется, но у нее такое огромное количество мыслей и потрясающий ее личный сценарий исполнителя, исполнителя в лице вас или еще кого-то ни было. Это основная задача найти. И вот как только вы это поймете, по крайней мере, сердечко болеть не будет, не будет понимания, что какой я не такой или сякой-то, не будет всевозможных фэнтези на тему того, что надо еще постараться, надо ей показать, что нужно себя вот так вести, надо ее прощать, надо... Я ни в коей мере не пытаюсь сказать, что девчонки у нас плохие или недалекие, или неумные, или эгоистичные. Нет. Но только если вы потакаете тем фантазиям, то тогда вам или придется их исполнять, ожидая взамен похвалы или какого-то такого более емкого внимания, или вы изначально начинаете проговаривать, не скрывая друг от друга ничего, чтобы можно было на основании того, что вы услышите, выстроить то взаимопонимание, которое на самом деле мы все стремимся, мы все хотим и очень жаждем. Так вот, с любой своей избранницей, перед тем, как пытаться исполнять, как тот рыцарь любое желание своей избранницы, немножко проясните ей, а каковы же там желания. И жизнь потихонечку начнет налаживаться.